Злой медведь, и как начал, как начал реветь. Я тоже хочу жить в этом доме. Пустите меня в тюрьму. Для того, чтобы лисичка ожила на экране теневого театра, нужно постараться. Взрослые это делают автоматически, но для ребёнка выполнить несколько действий одновременно непросто. Это развивает мелкую моторику, так как нужно взаимодействовать и правой рукой, и левой рукой. Также нужно скоординировать самого персонажа, плюс ещё направить в нужную сторону. И также это развивает групповое взаимодействие, то есть дети учатся взаимодействовать друг с другом. Взаимодействие – ключевое слово на фестивале «Дети будущего». Здесь родители учатся не просто воспитывать ребёнка, а взаимодействовать с ним. Психологи, логопеды, дефектологи рассказывают об эффективных методиках развития ребёнка. Мы сейчас вообще разучились общаться. Мы в телефонах, ганжетах, планшетах. Но мы не знаем, что такое эмоциональное общение, как получать эмоции от общения друг с другом. Вот это наша задача на сегодняшнем фестивале, чтобы родители поняли, что весело, интересно, можно проводить время в любой обстановке. Разные методики направлены решать разные задачи. Вот здесь теневой театр соединён с мульттерапией и развивает не сколько мелкую моторику, сколько речи и воображение. Я в мишке-морожке, я с вами совсем публикация, я курица, папе курица. Здесь вот такая возможность ребёнку показать, что это ты сделал сам. И это очень хорошо помогает повысить самооценку, уверенность в себе, что я могу, и вообще это классно, здорово, что вот так у меня получается. В обычном теневом театре ребёнок не видит себя со стороны. В мультерапии ребёнок получает плоды своих трудов. Мультик с собственной озвучкой. Очень классно видеть глаза детей, когда они слышат себя и видят себя, как будто это он на экране, какой живой мультик сделал сам. На фестивале более двух десятков площадок для разного возраста и интересов. На одних ребята моделируют из картона, собирают конструкторы. Всё для того, чтобы отвлечь ребёнка от смартфона. Книжки развивающие, пластилины, тесто, кинетический песок, краски. Тесто обычное, там муку, соль, они у меня вон смешивают. Вчера вообще чебуреки молимали, поэтому у нас всё замечательно в этом плане. Мы занимаем их по полной. Подготовке к школе также посвящено несколько площадок, различные техники счёта и изучения языков. На специальных счётах ребёнок учится в воображении передвигать косточки в уме и выдавать ответ. На фестивале можно найти не только занятия по душе, но и получить бесплатную консультативную помощь. Психологи, логопеды, дефектологи разбирали каждый конкретный случай. Самый актуальный вопрос – мотивация ребёнка к учёбе. В младших классах хорошистов и отличников около 70%. В седьмом-восьмом классе всего 11. Дети не видят смысл стараться ради чего-то, что может, ради далёкой какой-то перспективы. У них нет такой мотивации, как у взрослого человека. Их надо сразу поощрять за какие-то хорошие действия, поступки, за хорошую учёбу. В погоне за хорошими оценками не стоит забывать – у ребёнка должно быть детство. Психологи советуют – количество внеурочных занятий не должно быть чрезмерным. Для сохранения психического здоровья лично я рекомендовала бы остановиться хотя бы на двух занятиях. Можно их как-то каждый год выбирать новый. Это может вообще, в принципе, отбить желание. И у ребёнка вообще пропадёт интерес к чему бы то ни было. И самое главное – ребёнок не должен бояться высказать своё мнение. Необходимо выстраивать диалог. Этому надо научиться в первую очередь родителям. Наталья Фомина, Руслан Асанов, Центр новостей.